Итак, мы с вами сегодня собрались для того, чтобы поговорить про продуктовые гипотезы. Что это такое, зачем они вообще нужны, какое они отношение к продукту, и как им и оперировать в продакт-менеджере. Меня зовут Василина. Я сейчас продакт-менеджер во ВКонтакте на проекте Multimarket. Это новое наше решение для продавцов, которое позволяет управлять из одного кабинета продажами на разных платформах. Вот. Ну, кроме всего прочего, я тоже читаю лекции периодически на разных продуктовых курсах, в разных университетах или просто на, например, продакт-мейнсете, довольно известный. В общем, это ребята, которые проводят продукт-сенс, конференция, которая прямо самая-самая топовая на русскоязычном пространстве. Очень советую в нее сходить, если будет такая возможность. Это такая воодушевляющая история. Вот. В общем, поехали. Гипотеза или идея – это будет наша первая тема. Просто поймем, в чем отличие, в чем разница, как строятся гипотезы, как идеи, когда нужны одни, когда другие, ну и так далее. После этого, когда разберемся с терминологией, перейдем к продукту, собственно. Окей, что такое гипотезы, поняли дальше. Какое отношение они имеют к продукту? Про что они вообще в продукте могут быть? Рассмотрим самые основные часто встречающиеся случаи. Это когда у нас гипотезы про аудиторию или про интерфейс, то, как он выглядит, как он работает и так далее. Ну и немножко поговорим о продуктовых метриках, про воронку и вот это вот все. Вот. Ну и после того, как поймем, что это, где оно встречается, поговорим про то, как их проверять через ходи циклы, интервьюшки, анализ конкурентов, ну и другие методы. Вот. И еще такой момент. У нас сегодня будет довольно-таки обзор на верхний уровень, так сказать, helicopter view лекция, потому что подробнее потом вы все эти пункты будете проходить с ребятами. Отдельно у вас будет лекция про то, как интервьюировать кастомеров, про то, как работать с метриками, с UX-ом и вот это вот все. Поэтому сегодня мы посмотрим обзорно, а более детально это на следующих лекциях, в следующих сериях. Так вот, поехали. Гипотеза или идея? Ваше соображение? В чем разница? Давайте кто-нибудь парочку смените. В чем разница между гипотезой и идеей? Сформулируйте гипотезу о том, что такое гипотеза. Есть какое-нибудь соображение? Лучше не в чат. Лучше прям включайте. Ну, наверное, гипотезу можно проверить, а идея — это что-то более абстрактное, но точно не обязательно проверять. Круто. Круто. Вот Рашид пишет, что гипотеза — это предположение тоже вполне себе. Еще есть какие-нибудь мысли? Может быть, гипотеза — это предположение о том, как ведут себя клиенты, а идея, как это можно решить? Может, и так. Сейчас посмотрим. Вот еще кто-то, Валя. Идея новая, гипотеза об улучшении старого. Александра, гипотезу можно протестировать уже сейчас. Ну, в целом все в одну сторону. Ну, пойдемте разбираться. Так, сейчас чатик закрою. Вот. Проблема у нас в чем изначально? Что мы на старте не можем точно сказать, что в продукте взлетит, что не взлетит. Что повысит нам долю рынка, принесет денег, или еще лучше завиралится что-нибудь у нас, или наоборот, будет провалом и не получится. То есть мы можем как бы предполагать, выдвигать какие-то соображения в эту сторону, но будет оно точно так или не будет, мы не узнаем, пока не попробуем. Вот. И есть такая статистика, что вот есть у нас инвестор какой-то венчурный, и он проинвестировал в 50 стартапов. Вот. Из них 49 умрет и похоронит деньги. И только один, который выжил, принесет больше, чем потрачено было на вот этих вот 49 неудачников. С гипотезами примерно та же схема. То есть много разных начинаний. Не все они выстреливают, не все они как бы являются выигрышными, но и не все, про какие мы изначально думали, что они провалены, действительно будут провальны. Единственное, что статистика 49 против 1 в гипотезах, это прям плохо, но идея примерно такая. Так вот, значит, давайте, наверное, к определениям. Гипотеза – это предположение, которое вы формулируете перед экспериментом. То есть, как мы без вас говорили, это действительно то, что проверяем его. То есть у вас есть некая проблема, вы предполагаете ее решение и ожидаете какой-то результат. Вот все это вместе комбо – это будет гипотеза продуктовая. То есть, ну вот, к примеру, мы думаем, первая часть, да, про проблему. Так, мы думаем, что пользователям непонятен функционал. Ну, там, что там. Вот, дальше, вторая часть про решение. Чтобы проверить, мы навесим на основной функционал wizard, как пример, вот, с подсказками. Тогда пользователю будет понятней. Дальше, нам нужно понять, мы вот что-то придумали, что-то собираемся делать. А как мы поймем, у нас получилось или нет? Для этого нам нужно измерить что-то. То есть, у гипотезы должен быть результат, который про успех или неуспех. Ну, то есть, вот здесь мы будем, например, мерить конверсию из интеракта тех, кто провзаимодействовал в Active на двух разных группах – с wizard и без. И после этого посмотрим. За успех, то есть тот факт, что гипотеза наша изначально подтвердилась, будем считать, что если у нас воронка, вот этот шаг в Interactive вырастет на 15%, то ок, мы предположили правильно, все сделали правильно, давайте раскатывать на сет. Если не получилось, то, значит, можно как бы и не продолжать в эту сторону работать, и искать какую-то другую причину. Вот, потому что это новое знание, снова-заново запускаем генерацию гипотез. Но при этом не гипотеза, если мы просто говорим, что кажется, кажется, вот наши пользователи хотят видеть wizard с подсказками в интерфейсе. Но это прям совсем не гипотеза, это как бы предположение, какая-то догадка на старте, то, что можно на будущее взять себе, обмозговывать, но не то, что уже действительно готово к эксперименту. Еще, кстати, тут, конечно, формулировочка такая заковыристая, то есть пользователи хотят wizard с подсказками, но пользователи никогда не хотят wizard. Они хотят, например, я не знаю, легче понимать, что в интерфейсе происходит и зачем продукт, а wizard – это как решение, но чтобы пользователь прям хотел wizard, когда заходил, ну, это вряд ли. Так вот, значит, как мы выяснили, гипотезой может являться не все, а только то, что удовлетворяет некоторым критериям. Есть, например, такой принцип smart, который помогает нам свою гипотезу, которую мы собрались уже экспериментировать над ней, проверить на, в принципе, адекватность. Smart – это несколько разных слов, от которых взяты первые буквы. То есть гипотеза должна быть специфик. Кстати, этот примерчик взят вот из блога «Фрии». Я ссылочку оставила, там можно поподробнее почитать, довольно интересно. Вот. Гипотеза должна быть конкретной. То есть, что мы, куда мы идем действительно, чего хотим, кого-то там, шум, чего хотим достичь. Вот. Дальше. Гипотеза обязательно должна быть measurable. То есть, она должна считаться. То есть, если мы что-то предположили, а потом не поймем, как ее посчитать, как ее оценить, то это плохая гипотеза. Так, у кого-то там фоном что-то громко идет. Будем благодарны, если вы звоните. Вот так. Окей. Что такое-то? У кого-то там? Я просто не вижу список. Это у меня прям плохо слышно себя. Вот, все, хорошо. Так вот, значит, measurable – это важно. Дальше. Tannable – цель должна быть достижимой. То есть, если вот здесь примерчик. Запустить рекламные кампании завтра по всем клиентским сегментам, ну, как бы звучит, конечно, амбициозно, но, скорее всего, на это, ну, это невыполнимо либо физически, либо не хватит времени, либо не хватит бюджетов. То есть, старайтесь выбирать что-то маленькое, что действительно можно сделать быстро. Быстро сформулировать, быстро задизайнить и проверить. Вот. Дальше relevant. Гипотеза должна быть, ну, опять же, адекватной и действительно релевантной к тому, что вы делаете. Она должна быть полезной. Ее результат, по крайней мере, должен быть полезен бизнесу или проекту, который вы делаете. То есть, например, вот, вот, хороший тоже пример здесь приведен, что нет смысла тестировать рекламный канал, если вы знаете, что там всего 10 посетителей в месяц. Ну, как бы, можно построить хорошую гипотезу? Можно. Можно протестировать этот канал? Можно. Ну, придет, по-моему, один человек. Как бы, стоит от потраченных денег или нет? Ну, такой вопрос, как бы. Вот. Ну, и да, таймбаунд обязательное ограничение по времени для всех гипотез. То есть, если у вас есть какая-то соображалка, в которой вы не уверены, она у вас висит целых полгода, то это не ок, так не должно быть. Желательный цикл проверки одна-две недели. То есть, это вот то время, за которое вы от того, что что-то нащупали, как бы поняли, что надо проверить, до момента, как вы получили информацию о том, что так оно или не так, это должно быть одна-две недели. Дальше. С гипотезой примерно поняли. Что-то, что надо прописать полноценно перед экспериментом, чтобы можно было ее проверить. Вот. Которая имеет определенный параметр, про который только что поговорили. Дальше смотрим. Ну, остаются же еще догадки, предположения и идеи. Вот. Имеют ли они вообще место в продуктовой работе? Ну да, однозначно, они имеют место. Давайте попробуем разобраться, чего это такое вообще происходит. То есть, если мы возьмем такую воронку, у нас есть идея, какая-то глобальная. Мы, например, что-то придумали. Помню, там дальше сейчас примерчик. Да, вот. Идея сделать приложение для онлайн-бренирования экскурсий с местными жителями. Ну, вполне себе идея. Вот. Кстати, из моего прошлого мы как-то пытались сделать без бюджета и без опыта в бизнесе очень давно, когда мы были молоды. Вот подобную штуку. То есть, проект в тревеле, то есть, чтобы вы понимали, тревел – это один из самых дорогих для входа, как бы, сегментов, в принципе, индустрии. Вот. Ну, а мы тогда об этом не знали и подходили, как бы, с азартом, без какого бы то ни было продуктового подхода. И если бы мы знали тогда продуктовый подход, это бы сэкономило хорошее такое количество денег. Ну, в общем, поехали. Идею поняли. Вот у нас есть, значит, идея приложения для онлайн-бренирования экскурсий с местными жителями. На чем вообще строилась идея? Ну, на догадках и предположениях. Туристам же сложно находить интересные экскурсии, а все хотят. А вот стандартные отели от гидов, они многим не нравятся и ими не пользуются. Вот. А трафик, мы тоже думали, это вообще никакая не проблема. Трафик будем привлекать из поисковой рекламы и будет нам счастье, все будет прекрасно работать. Вот. Ничего не вышло, как вы понимаете. Если бы мы на тот момент, на старте, не принялись пилить продукт с кучей фичей, а как бы начали генерить гипотезы и постепенно их проверять, то гипотеза могла бы быть примерно такой. Мы считаем, что туристы испытывают сложности в поиске экскурсий. И решили мы это основываясь только на собственном опыте. Не лучший тоже сорс для обоснования чего бы то ни было, но тем не менее, что было, то было. Дальше. Чтобы проверить это, мы опросим 20 туристов. То есть, что я проблему, выделили, что делаем, выделяем. Опросим 20 туристов о том, как они ищут экскурсии, испытывают ли вообще сложности. Вот. Ну и будем считать, что гипотеза подтвердилась, и над этим действительно стоит работать, если на сложности пожалуется хотя бы 30-50%. Так мы в итоге сделали потом и поняли, что никаких сложностей никто не испытывает. Вот. Это был конец в общем-то продукта в этой випостаси. Вот так. В общем, начинать нужно с гипотез. Такая вот грустная история. Дальше. Зачем вообще все это нужно? То есть, цель это уменьшить неопределенность. Вы собираете что-то делать в какой бы то ни было сфере, у вас очень много информации, и что именно из этой информации ценно и действительно сработает. Нужно для начала для себя как-то понять. Вот. И действительно, работа продуктов это постоянная-постоянная борьба с неопределенностью. Что мы как продукты делаем буквально на ежедневном, ну, ежедневно повторяя. Мы находим инсайты в потоках информации. Причем потоков реально очень много, они совершенно разные. Про это тоже подробнее поговорим чуть попозже. Вот. Потом, вот мы, значит, загрузили в себя какое-то количество информации, которую накопали из разных источников. Загрузили себе в голову, дальше обработали этой нейроночкой и получили продуктовый гипотез список. Вот. Дальше мы тестируем значимые, то есть не все, которые придумались, а те, которые действительно в итоге оприортизировались и кажутся валидными. Тестируем их. После этого нужно имплементировать те, которые удались и убить те, которые не удались. Это отдельная просто тема, отдельная боль, потому что часто так бывает, что вот ты что-нибудь придумал, что-нибудь прям заметил и думаешь, ну все, сейчас это взлетит и вообще весь рынок задисраптен. Вот. Но проверяешь, ничего не выходит, как бы, ну отпусти, называется, эту гипотезу и не прикипай тебе. Это такое проходящее. Вот. После этого, значит, мы повторяем это и вот этот цикл постоянно повторяется. Дальше. Эксперимент. Собственно, вот у нас есть гипотеза, мы ее правильно оформили, прицепили к ней необходимые метрики, что вот она там measurable, как у нас это все было, time bound и так далее. Дальше нужно ее как-то проверять. И вот для этого как раз таки подходит, это происходит через эксперименты. Что такое эксперимент? Чтобы его не провалить и не провести, как бы, знаете, как бы работа ради работы, запустили там какую-нибудь рекламу в какой-нибудь канал, она отыграла, принесла нам пять клиентов и что? Это как бы хорошо или плохо? А почему мы сделали именно так? В общем, чтобы это все было полезным знанием и не просто потраченным временем, эксперимент нужно строить с учетом четырех вот этих вот пунктов. Во-первых, вам нужно провести предварительное исследование. То есть проанализировать текущую ситуацию, предыдущий опыт, все, что вы там найдете вокруг этих двух параметров текущей и предыдущего опыта. Вот. Может быть, вы найдете, что такие эксперименты, например, в вашей компании уже проводились или в конкурентах, может быть, что-то такое же заперформило или провалилось. Это тоже как бы предыдущий опыт, который вам что-то подсказывает. Вот. То есть для начала вам нужно действительно подготовить базу информационную, базу как бы ресерчерскую, вот, для того, чтобы генерить гипотезы. И вот когда у вас уже достаточно информации, вы понимаете, что все, можно приступать к следующему шагу, начинаете генерировать гипотезу. То есть нашли только что предварительное исследование инсайты, вот, получили новое знание, оформляем гипотезу. После этого задаем обязательно к эксперименту сроки проведения критерий успеха. Ну, вот то, что тоже относится к гипотезам, оно здесь полностью транслируется. То есть эксперимент обязательно должен быть конечен и имеет успех или провал. То есть вы на старте, когда еще думаете что-то запустить, имплементировать фичу, рекламу запустить и так далее, у вас есть критерии, что вот, значит, пришло оттуда x пользователей, например, это хорошо. Или там фичой пользуются юзеры в таком-то объеме или столько-то раз в неделю, то это хорошо. Если меньше, то эксперимент не удался. Вот. Дальше самый важный момент, который вот почему-то действительно часто пропускается. Наверное, из-за... Не знаю, зачем. Не буду думать. Так вот, анализ и рефлексия как раз таки. Гипотеза у вас, то есть вы провели эксперимент, у вас либо получился, он закончился, у вас что-то либо получилось, либо нет, то есть гипотеза либо подтвердилась, либо опроверглась, это новая информация для принятия решений, чтобы, собственно, дальше следующие эксперименты, там какую-то работу, разработку и так далее запускать. Вот. Это обязательно. То есть вы что-то получили, какую-то инфу из эксперимента добыли, вот, и надо ее проанализировать и понять, что это значит для вас вашего продукта. Так вот, значит, дальше. Какие вообще могут быть гипотезы в продукте? Ну, то есть, про что речь? Продакт, он работает над, как правило, не над одним каким-то куском продукта, а над продуктом в целом. вот. Так, по-моему, кстати, здесь у меня где-то был, может, в конце, хотели поработать в парах, ну, ладно. Так вот, значит, продакт работает сразу над всем продуктом, и причем продуктом, под продуктом нужно воспринимать не только, вот, как бы набор фич, вот, а в принципе полное флоу бизнесовое, как бизнесовый юнит. У вас есть пользователи, которые откуда-то приходят, как-то привлекаются, дальше они взаимодействуют с продуктом, видят ценность или не видят ценность, конвертятся и начинают там пользоваться продуктом. После этого они у вас, возможно, еще куда-то конвертятся в платных, удерживаются, не удерживаются, и по сути, вот это вот все продукты, не только как набор фичей и функциональности. Вот, поэтому над каждым из пунктов вот этого вот флоу, вот этого вот всего продукта продукт работает в той или иной мере, более подробно или менее подробно. Вот, что это может быть? Это может быть, например, аудитория. То есть вы знаете, кто, вам нужно знать, кто ваша аудитория, вашего продукта, какие у нее боли, зачем ей вообще продукт и так далее. Дальше по аудиторию более подробно поговорим. Монетизация. Ну, тоже, сами понимаете, суперважный момент, потому что вариантов монетизировать функциональность есть, ну, просто очень много. То есть, то самых примитивных, когда, например, у вас продукт работает как разовое решение, то есть к вам пошел пользователь с помощью вашего продукта решил какую-то проблему и ушел, ну, как бы заплатив, вот, то это одна схема. Она подразумевает определенный способ привлечения, определенную конфигурацию продукта и определенную, конечно, монетизацию, в принципе, экономику продукта. Может быть, subscription model, подписочная модель. То есть, когда вы однажды привлекли юзера, постарались, скорее всего, его привлечь более качественно, нежели в первом случае, когда он производитель действовал с вами один раз. Дальше вы его обаяли своим продуктом, он стал вашим пользователем и заплатил. И дальше по подписочной модели он продолжает платить какое-то время. То есть, как бы, привлекли его один раз, а платит он много раз. Всем это продуктам подходит? Нет. Ну, вот как бы выяснить, что лучше для вашего продукта, это как раз-таки одна из целей работы, ну, не только продукта, а и продукта, бизнеса и юзера. Вот, это как раз-таки одна из целей работы продукта. И, конечно же, здесь на старте тоже ничего непонятно, и нужно итеративненько проверять гипотезы, генерить их, пробовать, смотреть, смотреть конкурентов, что у пользователей, что захочет, что не заходит. И, в общем-то, в итоге вы приходите к какому-то оптимальному в данный момент решению. Дальше, фичули. Ну, здесь все просто. Фичи – это части функциональности продукта по сути. Ну, то есть, вот, например, вы все на старте проходили тест про Delivery Club, и все пришли его отлично, иначе вас тут не было. Вот. И очень частным вариантом там был как раз, были предложения, что вот, давайте добавим там какую-то функцию в Delivery Club, и тогда будет прям счастье. Ну, вот это как раз гипотеза про фичи. Вот. Это прям, на самом деле, первое всегда, что приходит в, ну, когда смотришь на продукт, думаешь, вот еще вот это добавить, вот еще вот это добавить. Ну, то есть такая самая базовая вещь, и она тоже проверяется гипотезами. То есть, потому что то, что вы подумали, можно добавить, может, это и хорошая идея, но для трех человек в мире. И тогда как бы не стоит ее, наверное, амблементировать. Вот. Дальше UX. Казалось бы, где юзер интерфейс, да? Всем понятно. Вот. С одной стороны, кажется, что продакт все-таки про продукты, про UX, UX, но нет. Никогда так не бывает, и всегда вы должны быть глубоко погружены и в UX-овую часть тоже, и в то, как выглядят продукты, особенно в то, как он функционирует, и как с ним взаимодействовать пользователь. Вот. Это все тоже, конечно же, в работу продукта входит, и также с этим нужно работать итеративно и через гипотезы. Вот. Маркетинг. Ну, тоже, казалось бы, где маркетологи, а где продукты? Ну, тоже все рядышком. И с маркетингом тоже продукты работают очень-очень тесно, потому что, ну, у вас есть продукт здорово, а как его промоутить? Без вас маркетолог, который не разрабатывает продукты, не разговаривает с вашими пользователями, ну, он не будет знать. Вот. Поэтому здесь тоже строится через гипотезы, только немного как бы другого характера. А, кстати, если вы продактите в стартапе, то, ну, то вы, скорее всего, из-за маркетинга будете отвечать из UX, из-за фичи, из-за вообще все на свете. Или если вы основатель стартапа, то тогда вы вообще за все будете отвечать. Вот. Ну, продуктовые метрики, понятно. То есть, продуктовые метрики, это как такие показатели здоровья продукта, они показывают, насколько ваш продукт полезен пользователям, как они вообще с ним взаимодействуют и так далее, что они там делают внутри. Вот. Продуктовых метрик может быть, конечно, дикое множество. Сегодня про все разговаривать не будем. и плюс у вас еще там дальше будут лекции, на которых ребята будут про это рассказывать более подробно. Вот. Ну, значит, давайте детально. Поехали. Гипотезы об аудитории. Что это вообще такое? И зачем их вообще генерить? То есть, казалось бы, вот у нас есть продукт. У нас все хорошо в продукте, он там растет, у него есть пользователи, они им как-то пользуются, что-то делают. Вот. Ну, как бы, зачем снова эту тему теребить? Вот мы поняли свою аудиторию, нам все хорошо, успокоились. Это уже не гипотеза, это типа данность. Но на самом деле так все хорошо не работает, потому что пользователь, он все равно ищет выгоду всегда от взаимодействия с продуктом. То есть, в принципе, пользоваться каким бы то ни было продуктом, пользователь приходит для того, чтобы ему стало хорошо, чтобы у него какая-то проблема решилась. И рынок и предложения на рынке для этого конкретного вашего пользователя, они постоянно меняются. И если в какой-то момент, например, появились какие-нибудь новые технологии, новые стартапчики, новые компании, которые решают проблему лучше, чем вы, более быстро, более дешево, как-нибудь более просто, вот, то ваш пользователь потихонечку будет приходить к ним, а вы как бы и не заметите, если не будете постоянно обновлять свое знание об аудитории. Ну, то есть, вот да, меняется рынок, паттерны поведения. Паттерны поведения здесь имеются в виду глобальные такие вещи, как, например, было когда-то недоверие к доткомам, и никто не покупал в интернете. Вот эта вот проблема с Нетфликсом, как они там очень долго-долго пытались, пытались нащупать свой продукт-маркет-фит, вот, и у них проблема была с тем, что как раз-таки никто не готов платить в интернете, ну, и другие проблемы, ну, типа, в частности, вот, то есть сейчас прошло сколько там, 10-15 лет, ну, какое недоверие к продажам в интернете, мы можем говорить сейчас, наоборот, сейчас там покупают сильно больше, чем, ну, в некоторых индустриях, чем в оффлайне, вот, поэтому ваше понимание аудитории в конкретный момент это по сути все равно набор гипотез, которые еще меняются, вот, то есть это нужно постоянно, постоянно дать им работать и постоянно проверять, ничего ли не поменялось у вашей аудитории и так далее. Вот, значит, давайте разберем такую схему, так, сейчас я беру тут эти штучки от Zoom, очень мешают, вот так, так вот, вы пришли на новый продукт, вот, первое, что нужно сделать, понять, кто вообще аудитория, то есть это прям самое базовое, самое важное. Вам нужно понять две, как бы, такие основные вещи. Сначала разбираемся с тем, что происходит сейчас, то есть узнаем про настоящее, пытаемся разобраться, кто клиент этого продукта и сегменты, то есть не всегда это клиент, который вот прям описывается как-то просто, это могут быть у одного и того же продукта, это могут быть разные сегменты пользователей, которые решают разные проблемы через разные комбинации функций вашего продукта там вот и так далее. Так, вот, хороший вопрос, почему он клиент? То есть, окей, мы поняли, что там, например, вот мультимаркетом, а им пользуются продавцы. Ну, так, упростим. Вот, дальше смотрим, а почему? То есть, какую проблему, какую проблему этот пользователь решает, приходя в продукты? То есть, может быть, ну что, больше продавать, что ли, негде, типа вот такого, почему-то при этом вот приходит не в озон и вайлдберриса к нам и пользуется нашим решением. Почему? Вот это нужно выяснить. Когда, тем более, вы пришли на новый продукт и только еще вникаете, прям вот ходите и выясняете, почему пользователи, где их боль, почему пользователь приходит и так далее. Дальше. Хороший вопрос следующий, очень похож на предыдущий, но немного нет. Почему клиент этого продукта, клиент именно этого продукта? Здесь про конкуренцию. То есть, у всех продуктов, у всех компаний на рынке есть конкуренты. И если кажется, что нет, то значит, вы не туда смотрите, потому что, как мы уже говорили, клиент приходит за решением какой-то проблемы. Ваш продукт ее решает отлично, но есть еще другие методы решать эту проблему, но почему-то он приходит за ее решением именно к вам. И здесь вот эту отстройку от конкурентов тоже нужно для себя определить и понять, в чем-то вообще сути, где зарыты собака. Дальше. Такой вопрос, как когда клиент перестанет пользоваться продуктом. То есть, вы поняли, что вот такой-то сегмент у вас пользуется, потому что они пользуются продуктом, потому что они решают такую-то боль, они выбирают вас, потому что вы лучше, чем конкуренты, или более подходите именно этим юзерам, потому что, вот, и в какой момент он прекратит пользоваться продуктом. Это тоже очень важно, потому что если вы это выясните, то возможно попробуйте его как-то удержать там в дальнейшем. И здесь как раз переходим к тому, что нужно выяснить про аудиторию продукта на будущее. То есть, если вы пришли на продукт как продукт, то от вас все равно ожидают не того, чтобы вы поддерживали ситуацию, которая вот про настоящие, вот, а ожидают того, что продукт вы будете развивать, все будет расти, деньги будут, увеличиваться, ну и вот это вот все. Так вот, что будем выяснять про будущее? Кстати, если первое про настоящее можно узнать как-то еще изнутри компании, то есть, скорее всего, люди, которые над этим продуктом работают, они могут как-то поделиться информацией, то про будущее нужно идти на рынок, разговаривать с клиентами, проводить эксперименты и так далее, потому что без этого вы это никак не выясните. Чего будем выяснять про будущее в формате аудитории? Что еще не покрывается продуктом? То есть, к примеру, у вас есть, не знаю, Delivery Club, он решает задачу каких-то пользователей, которые периодически заказывают оттуда обеды. Что еще не покрывается? Может быть, он бы... почему это важно? Даже вот так. Если есть какие-то аспекты, которые сопутствуют решению проблемы, которую решает ваш продукт, то если вы их закроете, то это поможет вам удерживать клиента лучше. Вот, поэтому что еще не покрывается, хотя лежит рядом с его задачей, это важно и это тоже нужно выяснить. Вот, поэтому выясняйте это, разговаривайте с пользователями, задавайте им вопросы и будет счастлив. О, дальше. Какие еще решения клиент использует на стороне, а мог бы в продукте? То есть похоже на предыдущие, но не совсем, потому что что еще не покрывается продуктом, это может быть, ну вот, например, он там решает какую-то проблему, есть сопутствующие штучки, которые можно улучшить, вот, но они как бы не улучшены у вас в продукте, ну и ладно, ну, без них тоже можно. А бывает другая ситуация, когда вот есть решение, которое использует ваш клиент, при этом в нем чего-то не хватает, или каких-то сопутствующих опять же задач, вот, но они, решение этих задач для клиента важно, и поэтому он идет к конкурентам и использует их решение, то есть либо он еще где-то там доплачивает и так далее, либо просто пользоваться ими, хотя мог бы вами, то есть мог бы вас вообще не покидать. Это тоже очень важно выяснить, потому что это сразу вам помогает генерить гипотезы про то, что еще в продукт добавить, вот, потому что если вместо двух решений вы предлагаете пользователю использовать одно, но комплексное, не в плане сложное, в плане того, что закрывающее все, то это, конечно, хорошо влияет и на удержание пользователя, что важно, и на его лояльность, на, в конце концов, то, за что он готов платить. Еще тут такой момент, что если вы найдете вот эти вот штучки, которые клиент использует у конкурентов, а у вас нет, и вы добавите их к себе, то, как правило, бывает, что это такие advanced фичи, за которые можно клиента билить, ну, то есть монетизировать для него доступ к этим дополнительным штукам. До этого он платил конкурент, а сейчас будет вам. Вам хорошо, конкуренту плохо. Дальше. Следующий вопрос, который нужно узнать про аудиторию, можем ли мы глубже копнуть своим продуктом в его потребности. Очень похож тоже на предыдущий, ну, и на самом деле, я про предыдущий так подробно рассказала, что этот входит в предыдущий. Ладно, кто еще может быть ЦА продукта и какие изменения в продукте для этого нужны? Про что здесь речь? Про то, что, к примеру, у вас продукт есть, как мы уже сказали, он хорошо работает, сегмент пользователей, которые обслуживаются, приносят достаточно денег, все замечательно. Нужно придумывать, куда расти. К примеру, ну, как растить продукт, есть много-много разных вариантов. То есть можно вот дополыть на какие-то функции, монетизировать. Вот, можно территориально выходить на новые рынки, а можно посмотреть на ЦА, на сегменты целевой аудитории, которые вот как бы рядом с вашей, но продукт не используют. Например, опять же, в мультимаркете, в котором я сейчас работаю, мы сейчас таргетируемся на продавцов, маленьких ассенбишных продавцов. Вот, но, к примеру, если посмотреть чуть-чуть пошире, можно заметить сегмент CRM-систем, который при добавлении там буквально пары функций, могли бы хорошо интегрироваться к нам и как бы стать тоже клиентами и пользоваться решением. Вот, для этого нужно, на самом деле, не так много доработок. Вот, и импакт от этого довольно высок. Вот, на примере этого. Да, и как раз таки, вот, понимание про настоящее и про будущее, это то, что вы должны знать продукт после эксперимента. То есть, если что-то можно вытащить из коллег, вот, то про будущее вы точно этого не сможете узнать, поэтому вам нужны некие гипотезы, которые вы дальше будете проверять. И после этого вот у вас как раз-таки по пунктикам заполнится понимание, понимание того, что за клиент, зачем вы нужно, ну, и так далее, вот то, что мы о чем с вами говорили. И это даст вам почву для того, чтобы принимать решения о развитии продукта более осознанной и с минимизацией рисков ошибки. Так вот, есть еще такие три вопроса про аудиторию, они прям максимально простые, но все время помогают. Вот, кто, когда и зачем? То есть, кто пользуется вашей аудиторией? Дальше, когда, в каком случае? То есть, нет такого, что вы пользуетесь каким-то продуктом всегда, вы пользуетесь им только, когда вам что-то. И вот это что-то, которое возникает когда-то, нужно выяснить. Вот, ну и зачем? Да, то есть, вы пользуетесь, вы кто-то, вы пользуетесь когда-то этим продуктом и что-то хотите достичь. То есть, вот реально три самых простых в мире вопроса, кто-то, когда-зачем, которые прямо сильно-сильно помогают в понимании аудитории. Дальше, чего понимать, мы, в принципе, поняли. Есть два, как описывать аудиторию? Есть два подхода к описанию. Один из них называется персона, юзер-персона. Вот, а второе jobs to be done, то есть, работа, которая должна быть сделана. Это два, ну, прям совершенно разных подхода, которые, каждый из которых имеет плюс и минус, сейчас поподробнее поговорим. Значит, поехали. Первое, персоны. Это когда вы берете усредненного пользователя своего продукта, над которым вы работаете, и описываете его вот примерно по следующим параметрам. Имя, пол, возраст. Дальше, чем он занимается, какое у него хобби. Опыт использования конкурентских продуктов. Дальше, зачем он использует продукт, какие у него требования к продукту и цитаты, характеризующие персону. Вот это значит, вы прописываете про усредненного пользователя и считаете, что вокруг вот этой персоны вы как раз-таки продукт и строите. Jobs to be done другая схема, другой фреймворк. Вот он говорит о чем? О том, что пользователь приходит в принципе в продукт в любой, когда ему нужно выполнить какую-то работу, какую-то задачу, которую он может выполнить при помощи этого продукта. И типа здесь не важно, кто твой пользователь, а важно, какая именно джоба, какую, короче, работу, на какую работу он нанимает свой продукт. То есть, когда я нахожусь в ситуации X, я хочу, чтобы было Y, и тогда я воспользуюсь Z. Вот, Z это продукт. Примерчик. Вот самый такой, который ходит везде по интернетам про Snickers, про клиента Snickers, юзера Snickers, покупателя Snickers. То есть, например, человек купил Snickers. Это из-за того, что он Иван мужского рода 30 лет, по профессии Product Manager с двумя с двумя детьми, и в хобби у него велосипеды. Вот, он часто ест Марсы, использует... Ну, в общем, либо поэтому он купил Snickers, либо потому что такая схема. Когда я нахожусь... У меня есть, например, 10 минут между встречами, и я чувствую голод. И я хочу быстренько-быстренько поднабраться где-нибудь глюкозки, чтобы мозг работал. Вот, в эти 10 минут. И поэтому я покупаю Snickers. Ну, вот как бы, смотрите, что лучше описывает, какой подход лучше описывает действительно потребность и пользователя. Мне кажется, что вот в данном конкретном случае второй, потому что вот чувак все объяснил. Он голоден, у него мало времени, поэтому он берет Snickers. Вот, а то, что ему там 30 лет, это не так важно. Но, тем не менее, посмотрим пример User Person и когда они в принципе могут быть полезны. Один из моих прошлых инструментов это был Market Explorer Semrush и мы описывали персону примерно вот как-то так, что это была Клаудия, женщина. Она была где-то в промежутке 25-30 лет, она работала бизнес-аналитиком в крупных и средних компаниях, она использовала платную версию конкурента Sino Web. Дальше, что она делает? Составляет отчеты для руководства раз в портал, ищет инсайты о конкурентах. Market Explorer это как раз-таки аналитическая тулза, которая помогает анализировать в диджитальном рынке. Так вот, значит, чего хочет наша Клаудия? Она хочет, чтобы использование продукта экономило ей время и повышало профессиональный уровень ее отчета. Лучше выглядеть в глазах босса. Ну и цитаты, характеризующие персону, которые я уж, конечно, не стала приводить. Помогает ли вот это в разработке продукта, чтобы там думать над фичами и так далее? Ну, такое, скорее нет, наверное, чем да, но при этом это сильно помогает маркетологам. То есть, когда они настраивают таргетинг, им прям вот очень полезно будет знать, на какой возраст таргетироваться, на какие профессии, на каких конкурентов там какие варда таргетироваться и так далее. Вот. Ну и цитаты, на самом деле, маркетингу тоже помогают, потому что, когда вы составляете рекламную кампанию, вам нужно какой-то месседж туда засунуть, который бы прямо отозвался у пользователя потенциального. Вот здесь можно как раз-таки цитаты использовать. То есть, персоны не забываем, они тоже важны, просто для других целей. По Jobs to be Done, для того же самого продукта, который про анализ диджитал рынков, получалась другая задача. Когда я получаю задание составить отчет с актуальными данными по положению компании на конкурентном ландшафте для чего-то там, для стратегической сессии, я хочу меньше тратить времени на поиск конкурентов, больше тратить времени на поиск инсайтов, вот, и тогда я используюсь вот этой Tollso Explorer, который построит, мне найдет конкурентов, построит ландскейп автоматически, а дальше я буду сидеть и смотреть, что это значит. Вот, это лучше помогало, конечно, в работе, например, в том, чтобы объяснить, к примеру, VueXer, что за, что пользователь хочет от инструмента. Лучше как-то планировать разработку фичей, если отталкиваться от того, что у тебя пользователь приходит вот за такой задачей. Гипотеза про VueX. Итак, значит, с аудитории, примерно так, верхний уровень, вы посмотрели, что происходит, то есть надо понимать кто, надо понимать зачем, почему и так далее. И все это оборачивать гипотезы и дальше проверять. про VueX. Зачем вообще думать про VueX? То есть пользователь, он когда приходит в ваш продукт, он на самом деле после того, как прошел весь маркетинговый, всю маркетинговую воронку, когда он встретился там с лендингом, увидел рекламу, почитал какие-то ваши предложения, офферы о вашем прекрасном продукте, и вот он попал в продукт, и, собственно, в этот момент он начинает именно с ним взаимодействовать. И то, с чем он взаимодействует, как раз таки есть юзер интерфейс и юзер экспириенс, соответственно. И в процессе взаимодействия пользователь встречает сложности, встречает, наоборот, какие-то упрощенные флоу, которые ему нравятся. У него есть любимые фичи, ради которых он возвращается, которыми он часто пользуется. Есть, наоборот, те, которые его бесят. Могут быть просто какие-нибудь баги или такое поведение в интерфейсе, которое раздражает. Например, если он там грузит картинку уже пятый раз, а ему интерфейс каждый раз встречает. Вот еще на пиксель он меньше, потому что у тебя там еще не до конца подходит под наш формат. Но это бесит. Он, скорее всего, просто психанет, уйдет и не будет пользоваться вашим продуктом. Вот. Плюс в интерфейсе же, опять же, есть триггеры к покупке. То, что он такой, о, вот это мне точно нужно, оно платное. Наплевать, я готов заплатить ради того, чтобы это получить. Есть то, что мотивирует пользователя пользоваться дольше. Или наоборот, сказать, нет, все, до свидания, здесь нет того, что мне нужно, или мне не нравится, как он работает, я ушел. Вот. И триггером, на самом деле, довольно часто может быть интерфейсное решение, что-то удобное, что-то неудобное. Может быть, навигация какая-то. Казалось, для менюшка, что тут сложно в навигации. Вот. Но она иногда очень сильно аффектив. Все. Вот. Могут быть мессенджи на лендинге. Это, в принципе, тоже часть, ну, такого с маркетинговым уклоном ВИКСа. Скорость работы. Сами понимаете, как это иногда может раздражать. Если она работает не так хорошо, то все, это амнистригер. Ну, и набор фичей, понятно. Но ВИКС, вот в этом списке, он прям совсем не последний и, возможно, даже где-то первый. Смотрите, у меня была задачка, но мы сейчас ее делать с вами не будем. Покажу просто так на выводах. В общем, я просила ребят на одной из лекций зайти в SEMrush. Это продукт, ну, компания, в которой я раньше работала и поэтому использую как пример довольно часто. Вот. Попробовать там зарягаться и найти один из отчетов. Вот. Ну, и после этого посмотреть, как, ну, нагенерить гипотезу про как UX эффектит, в общем-то, все взаимодействие с продуктом. Не будем мы этого делать сейчас, потому что с тех пор, как это хорошо отрабатывало у меня раньше SEMrush перед IPO, короче, редизайнился и пофиксил проблему, которую мы сейчас будем рассматривать. Но, тем не менее, интернет все помнит, поэтому давайте смотреть. Итак, вот вы попали в SEMrush. Старый. Сейчас-то все красиво. Попали, значит, зарегистрировались и видите сбоку меню. Вы понимаете, что вам нужна ваша задача найти какое-то подменю в одном из инструментов, которые здесь в меню напиханы. Вот. Вы, значит, сразу не очень понимаете, что делать. Смотрите, есть еще какая-то открывашка, нажимайте на нее. Она не так проста. Она вот... Так, сейчас. Вот. Она, когда открывается, у нее там выпадает еще большое количество других разновидностей меню, которые, смотрите, выбираем один из них. Например, выбрали вот мы SEO Toolkit. Он открылся. Или выбрали Advertising. Мы пока не знаем, куда тыкаться, мы новый пользователь. И вот так вот перебираясь по меню, мы видим совершенно разные комбинации одних и тех же инструментов, еще и под разными лейблами, еще и в разных вот этих вот выпадашках внутри одного меню, которое еще с выпадашками. Ну, в общем, очень красиво все выглядит. То есть, например, смотрите, здесь Domain Overview в Market анализе, здесь у тебя Domain Overview в Competitive анализе. Ну, еще вот так. Там еще где-то была, по-моему, фишка когда-то давно, что в разных вот этих вот Toolkit-ах инструменты назывались по-разному. Но это еще не все. То есть, как бы, пять, это не предел. Вот у нас их уже пять разных меню, ну, то есть, серьезно, они прям все разные. Но их не пять, их еще и еще. Семь меню. Вот так вот. И бедный юзер просто попадает сюда, и он вообще не поймет, что делать. Потому что это такая определенная каша. Да, у него есть структура, но чтобы тебе с этой структурой разобраться, надо потратить уйму времени и сидеть прям целенаправленно разбираться. и на самом деле будет работать не так. Ты не будешь сидеть разбираться, ты пользователь, который только пришел, ты что-то потыкал, нашел, к примеру, что тебе нужно, такой подумал, о, прикольно, вернусь в следующий раз, возвращайся в следующий раз и все, ты просто не можешь найти, где ты был. Вот. И это на самом деле, ну, сами понимаете, это, наверное, была проблема. Вот. Сейчас пример гипотезы как раз-таки про интерфейс, то есть навигация это прям прям прямой юзер-экспириенс, то есть то, как пользователь взаимодействует с интерфейсом. 5, 6, 7, сколько там у нас было меню, это как раз-таки пример навигации, которая, ну, слишком сложная. Вот. И давайте так, пример фейковый, то есть никаких здесь нормальных, настоящих данных нету. Но, например, будь мы продуктами вот этой части CMH, мы могли бы что-то подобное нагенерить. Что мы видим, что? Подположение, да, изначально, то есть как бы то, на что, проблема, на которой строится гипотеза. Мы видим, что наши пользователи испытывают сложности с тем, чтобы реализовать то, что они задумали, потому что просто не могут найти нужный инструмент. Ну и, соответственно, они еще не видят всех возможностей большого, как бы, CMRussia, потому что они в нем теряются. Вот. Этот вывод мы сделали не просто потыкав менюшки, а поговорив с пользователями. И вот, например, на основании аналитики 70% покидают продукт после четырех кликов по меню. Вот. И при этом заходят только в два инструмента, а их там 40. Это, если что, все фейковое, да, но там, конечно, все сильно лучше. Вот. Дальше. Чего делаем? Проблему обозначили. Почему мы ее нашли, кстати, почему мы считаем проблему, тоже обозначили из аналитики. Дальше. Решение. Что будем делать? Мы думаем, что если заменить все варианты меню простым длинным списком, то это упростит навигацию и увеличит количество инструментов, с которыми пользователь взаимодействует. Вот. Дальше. Проблему обозначили. Что будем делать? Обозначили дальше. Как поймем, что получится? Поймем, что гипотеза подтвердилась. То есть вот эта вот тема с списком сработала, если 50% пользователей при разовом заходе в инструмент будут использовать как минимум три тулзы внутри. Вот. Здесь, кстати, по-хорошему бы провести АБТ-тест. Ну вот при такой гипотезе, она прям как-то так склоняет. Вообще для UX-словов гипотез, АБТ-тесты — это прям часто используемая штука. Ну, АБТ-тест — это что у нас? То есть когда мы делим аудиторию на две части, желательно как бы ортогонально точно будет, чтобы аудитория была одинаковая. То есть они пришли из одного канала, пришли там с одинаковым интентом использования продукта. Вот. Мы делим вот такой сегмент, как бы гомогенный сегмент аудитории на две части, и одной части подсовываем один вариант решения, другой — другой. Вот. Ну и смотрим на метрики, собственно, кто там как конвертится, кто как работает. Такое решение лучше решает задачу, которую оно призвано решать. Иногда, кстати, проводят ААБ-тест. Есть соображение, что такое ААБ-тест? Если есть, скажите. То есть не АБ, а где у вас группа А, группа БА. ААБ. Видимо, нету. Ну и ладно. В общем, потому что если делать А и Б, то здесь велика вероятность ошибки, что вы, например, у вас не получились абсолютно одинаковые группы, и одну там вы привлекали как-то не совсем так, как другую. Вот. И тогда получается, что вы померили не решение интерфейсное, а померили взаимодействие разных групп с разными интерфейсами. Ну и как бы это уже искаженная аналитика. Поэтому иногда проводят, делят группу, делят, точнее, аудиторию, на которой хотят провести эксперименты на три части одинаковых. Вот. Двум из них дают текущее решение А и А, то есть одинаковое. Вот. И третий дают Б. Это нивелирует ошибку, что у вас действительно просто разные группы, которые по-разному проведемодействуют с разными инструментами. То есть у вас как минимум две группы, даже если там в них есть отличие, проведемодействовали с одним, и данные там должны быть одинаковые, статистические, но другие, нежели в Б-группе. Такой элемент просто, ну да, нивелирование статистической ошибки. Так вот. Значит, это у нас было с вами про чего? Про гипотезы, про интерфейс. Как просто пример. Дальше у вас, по-моему, со Стасом, может, с Верой, не навру сейчас, в смысле, наоборот, навру, если скажу точно, вот, с кем-то из ребят будет лекция или практическое занятие прямо по UX-у, будете там рисовать фигня, потому что уже было, что я запуталась. Вот. И там, конечно, более детально со всем этим поработаете, поговорите, но вот как пример того, что это такое, в принципе, гипотеза об UX-е, как они касаются продуктовой работы, ну вот примерно так. Дальше. Кроме UX-а и аудитории, про которые мы с вами уже поговорили, есть еще, конечно, множество разных других параметров, над которыми можно экспериментировать через построение гипотез. Например, продуктовые метрики. Продуктовые метрики, как я уже говорила раньше, такие показатели здоровья продукта, показатели того, как пользователь с ним взаимодействует. Что это может быть? Это может быть какая-нибудь конверсия в платных, например. У вас там есть воронка, к вам приходит столько-то пользователей, дальше платят из них только столько. Вот. Как будем улучшать показатель, к примеру, пока непонятно. Строим гипотезы и смотрим, какие из них работают, какие улучшают воронку, какие нет. Какие еще бывают продуктовые метрики. Ну, просто увеличение объема пользователей, например, тоже через разные варианты. И это тоже как бы задача напрямую связанная с бизнесом. Больше у вас пользователей, то, скорее всего, больше у вас будет и дохода от этих пользователей. Работать над этим можно по-разному. Тестировать какие-то месседжи маркетинговые вовне, конфигурации лендингов, варианты регистрации, формы регистрации, и так далее. Ценами была ванна. Ну, это все. Дальше. Удержание пользователей. Ну, тоже критически важный момент. В принципе, вообще retention, как метрика удержания пользователей, оно довольно часто связывает именно с таким эфемерным понятием, как здоровье продукта. То есть, если вы что-то сделали, к вам пришел пользователь однажды, а потом продолжает вам пользоваться, там не важно платить, не платить, все зависит, конечно, от продукта. Где-то это важно, где-то это не важно. Но если пользователь такой пришел к вам, увидел, что ваше решение крутое и продолжает прям пользоваться, то это прям показатель того, что продукт хороший. Прям вы нашли продукт Market Fit, скорее всего, вы сделали отлично. Вот. И если, кстати, посмотреть на retention хороших действительно продуктов того же Netflix, то у них там получается вообще очень интересная штука, что вот они однажды привлекли клиента, а дальше клиент с ними просто 7 лет, он 7 лет на платной подписке, ну просто это же идеально. Ты его один раз привлек, он тебе 7 лет платит. Ну вот, в общем-то, гипотезы, я думаю, у них было очень много гипотез, прежде чем они пришли к такой конфигурации. Вот. Увеличение среднего чека тоже как вариант, как вариант того, над чем можно поработать. Еще я здесь привела, в пример, воронку, продуктовую воронку, которую очень любят ребята, которые занимаются гроулс-хакингом. Да, не стала я тут вставлять по гроулс-хакинг, но можете отдельно почитать, довольно интересная, в принципе, штука. Вот, они позиционируют себя так, что, ну, в принципе, гроулс-хакинг это возможность проверять много-много маленьких гипотез максимально быстро и быстренько-быстренько, прям максимально быстро маленькие гипотезы, которые сработали на повышение чего-то, вот сейчас поговорим, чего оставляем, те, которые не сработали, убивая, ну, так постоянно быстро-быстро тестируем там по 10 гипотез в неделю, ну, это прям такая специфическая тема, сейчас, конечно, не будем брать. Вот, ну, и как раз-таки здесь вот эта воронка, которую сейчас называют parent funnel, потому что она такая аррр, вот, она используется для как раз проверки гипотез, которые сквозь весь продукт и особенно на верхней части, которая про маркетинг, что за воронка. Так, там что-то в чате, сейчас посмотрим. Эх, вернись. Так, там не ко мне, да, пока вопросы? Окей, тогда не будем пока чат смотреть. Так вот, аррр, воронка, она состоит из шести шагов, каждый из которых проходит пользователь. Ну, на самом деле не обязательно, но хорошо если. Итак, информирование. Это у нас целый блок, гипотез наверху воронки про трафик. То есть, у вас есть продукт, надо, чтобы пользователи о нем узнали, увидели его, посмотрели. Это как раз-таки трафик, генерация трафика. Гипотезы здесь могут быть разного рода, довольно маленькие, такие, как бы мы разместим баннер на сайте партнера, получим 20 новых заявок. то есть, давайте так, здесь она оформлена не так, как мы с вами до этого говорили про гипотезы, что там несколько параметров, несколько пунктов, но как бы мы все-таки пока учимся, и надо разбирать максимально полные фрамборки перед тем, как их начинать под себя кастомизировать и портить. Вот, поэтому здесь я не стала прописывать прям гипотезы, как подобает, но идея, я думаю, понятна. То есть, гипотеза про трафик это баннер, получим 20 новых заявок. В принципе, здесь есть очень много того, что позволяет нам начать эксперимент. Делаем что и как поймем, что успех или не успех. Следующий пункт, следующий шаг воронки это acquisition или привлечение. Это про конверсии. То есть, у нас есть пользователи, которые пришли, к примеру, на Windows с баннеров, которые мы в предыдущем пункте разместили. И нам нужно, чтобы они зарегистрировались. И вот как раз на этом шаге можно обнимать гипотезы про этот вот промежуток типа из acquisition activation этот шаг. Из примеров, если мы изменим заголовок на главной странице сайта, то конверсия в регистрацию увеличится на 30%. То есть, чтобы вы понимали тоже из growth в growth hacking реально такие маленькие гипотезы про перекрашу кнопку, ну ладно, фильтрирую, про поменяю месседж, добавлю баннер и так далее. Вот. Значит, дальше следующая, на чем можно поработать в продукте активация. Это про первый пользовательский опыт. Итак, у нас, значит, пользователь прошел, привлекся, дальше сконвертировался, зарегался, дальше смотрит, ходит по продукту и смотрит, что там происходит. Вот. И если этот шаг у вас проседает, то генерить гипотезу надо прямо целенаправленно к нему. Из вариантов. Если в первую сессию показать результаты работы продукта на демке, то конверсия в покупку увеличится в 20%. Ну, вполне себе варианты на попробовать, чтобы увеличить активацию. Дальше, удержание. Тот самый ретеншн, про который мы с вами говорили, то есть про возвращение пользователя из раза в раз к вашему продукту. Вариант, чего делать? Если мы отправим письма пользователям о дополнительных функциях продукта, то это увеличит удержание на седьмой день на столько-то процентов. Дальше, доход. Доход. Ну, здесь понятно про процесс покупки и про то, сколько вообще пользователей и на какой чек. Ну, в общем, все, что про деньги. Вот, если мы будем отправлять напоминания о неоплаченной покупке на сайте, это повысит конверсию из заказа в оплату на сторг. Ну, и последнее реферал, это про виральность и про мотивацию приглашать в продукт. Если мы будем продлевать пользовательскую подписку на одну неделю за каждого привлеченного клиента, то мы повысим среднее количество приглашений на одного пользователя до восьми человек. Там было шесть, стало восемь. Вполне себе можно тестировать. Вот. Ну, и вообще, если вы в продукте у себя строите что-то вроде подобной водоворонки, вы видите, где у вас конверсии с шага в шаг хороши, где плохи, и вот там, где плохо, начинаете работать над этим как раз-таки через генерацию гипотез. Примерно так. Дальше. Что такое гипотеза? Вроде разобрались. Дальше. Как они применяются к продукту? В принципе, тоже так, верхний уровень посмотрели. Что их можно, каким частям продукта, областям продукта, областям работы над продуктом их можно применять. Тоже примерно посмотрели. Дальше давайте так. Окей. Вот у нас есть там куча гипотез, как чувствовать делать, как их проверять. Ну, поехали. Есть такой принцип, ну, стартаперский, fail fast, или даже в расширенной версии fail early, fail fast, fail often, fail cheap. Вот. То есть, чем быстрее вы проверите свою гипотезу и она отвалится, тем лучше. Потому что, если вы не проверите что-то, что fail потенциально, а будете над ним работать, то вы просто тратите время, ресурсы, и вот это все хорошее, что у вас есть, вы тратите. Разработка работает над тем, что уже можно было бы понять, что как бы не нужно, вот, а вы при этом над этим работаете просто потому, что вы не постарались и не проверили свое соображение заранее. Ну, вот. И для того, чтобы fail fast, вот, придуман очень простой фреймворк, который называется HADY Cycle. Почему HADY? Он подразумевает что? Что вот у вас есть гипотезы, которые вы нагенерили? Дальше к этим гипотезам вы применяете action, ну, то есть, по сути, проверяете их через эксперименты. Вот. После того, как вы их проверили, у вас появляются новые, новое знание. Вот. Дальше вот эти данные, даже еще не знания, просто данные. У вас есть данные результаты эксперимента. Дальше, как мы говорили, надо пойти над этим всем прорефлексировать, проанализировать, понять, в чем дело, и вот здесь появится новое знание, которое тут же уже заставляет вас генерить следующую гипотезу. Типа, вот так, или не получилось вот так, тогда попробуем вот так. Вот. И вот это такой постоянный процесс, и получается, что это как будто бы тоже воронка, такой фильтр, ммм, бухнет-фильтр, короче. То есть, если у вас есть гипотезы, которые провалятся, вы поймете, что они провалятся до того, как потратили на них деньги, ресурсы, время, и вообще отдали в разработку, потому что, если вы разработчикам будете давать задачки, которые, которые потом проваливаются, то разработчики будут грустить. типа, это серьезно так, это потеря мотивации, в принципе, для всей продуктовой команды, если вы будете делать что-то, что прям не перформит. Так вот, поподробнее. Здесь у нас есть второй пункт, то есть про гипотезы. Гипотезы собрали, дальше экшен с этими гипотезами. Экшен — это что? Эксперименты, исследования, интервью. То есть не всегда надо что-то пилить в интерфейсе, например, чтобы это проверить, не всегда надо запускать на это какую-то компанию, тратить бюджет, чтобы это проверить. Есть другие методы, хотя и эти тоже работают. Что может быть? Может быть, вот самый простой вариант, самый вариант для ленивых продуктов — это внедрение изменений плюс анализ аналитики. Вы подумали, вот, давайте внедрим там новую фичурочку и посмотрим, как она зашла пользователям. Внедрили, смотрим на аналитику, делаем выводы. Получилось или не получилось? Сейчас, одну секунду, кто-то на звонит. Вот. Это простой вариант. Дальше. АБ-тесты как вариант тоже хорошо для тестирования месседжей, маркетинговых, каких-то таких решений, для тестирования интерфейсов, интерфейсных решений, как уже поговорили, АБ-тесты. Дальше. Интервьюшки. Абсолютно бесплатная, условно бесплатная, потому что все-таки зарплата вы получаете. Вариант решения это интервью. То есть вы что-то придумали, вы думаете, это пользователям надо, ну, пойдите поговорите с пользователем, поймете, у них вообще такая проблема есть или она вам показалась. То есть как это можно называть неподтвержденной гипотезой до того, как они прошли валидацию продуктовыми галлюцинациями. И на самом деле это довольно точно описывает. То есть вам что-то показалось, вы это подумали, ну, проверьте. После того, как проверили, это перестает быть галлюцинацией, это становится фактом, ну, с какой-то долей вероятности, потому что, в конце концов, вы не можете опросить, например, всех пользователей. Так вот, значит, интервью, пошли, поговорили с пользователем, точнее, не с одним, а с несколькими, поняли то, что хотели понять, и, собственно, гипотеза у вас либо подтвердилась, либо нет. Дальше, анализ конкурентского опыта. Очень цененная штука, но которая работает довольно, ну, она, например, хорошо работает, и про нее мы тоже сегодня в интервьюшке поговорим более подробно. То есть вам не обязательно, например, тестировать некоторые свои гипотезы, если вы можете пойти и посмотреть, как оно там у конкурентов. Например, вы придумали что-то, идете, смотрите у конкурента, но у него там когда-нибудь было, но они ее выпилили, эту фичу, потому что, видимо, не зашла. Это вполне себе какая-то информация. Или наоборот, вы мониторите конкурентов, там разговариваетесь с пользователями, узнаете что-то про конкурентов, узнаете, что там что-то отлично прям заработало, вот, и пользователи очень это хвалят, то тогда кажется, что вполне себе валидно попробовать это империментировать к себе, ну, тоже через какое-то там упрощение схемы и примитивную проверку. Ладно, поехали. Гипотезы и их проверка через интервью. Первый вариант, как я говорила, условно-бесплатный, то есть вы тратите только свое время. Глубинное интервью это не такая штука, это чтобы узнать, о чем пользователь на самом деле хотел. То есть мы берем за истину в начале, на старте, что пользователи врут. Вообще все врут, как у доктора Хауса, все врут. Ну, и это так. Врут причем не из-за того, что люди плохие, а из-за того, что вы приходите на интервью, сидите, разговариваете. Продукты как бы не очень. Вот. Из-за этого он будет говорить, ну, в целом нормально, там, хотелось бы чуть-чуть что-нибудь подать. Поэтому не спрашиваем про то, ну, как бы напрямую не спрашиваем, мы ходим вокруг да около, а заговариваем зубы. Вот. То есть мы пытаемся понять, что именно проблема у пользователя, ну, или там джаба. Вот. Все, конечно, зависит от уровня, от того, что хотим, короче, найти, от уровня погружения в систему, в проблемы. Вот. То есть, вот есть пример интервью, тоже вы более подробно будете говорить о глубинках попозже. Ну, вот, как пример, в принципе, чтобы понимать, это основное. Надо начинать с такого эмпатического подката пользователю, пусть он вам про себя расскажет, что он делает, ну, относительно, понятно, его работы и того, что у вас, ну, в смысле, может не работать, относительно его использования в сторону продукта. То есть, если вы там делаете что-то для магазинов, рассказываете про, пусть рассказывает про бизнес. А если вы делаете Delivery Club, ну, нет, Delivery Club все-таки уже слишком сложная система, но если вы делаете что-то вот про доставку пиццы, то, наверное, логично спросить про то, когда ему, в принципе, это становится актуальным, и пусть про это рассказывает. Вот, да, дальше про предыдущий опыт решения проблемы взаимодействия с продуктом или про сторонний сервис, если, например, с собой продукта нет, или просто не хотите влог спрашивать, типа, можно поспрашивать про конкурентов. Пусть здесь расскажет, что было, как произошло, то есть, вы прям не на, не направляете его на, ну, ответ, который вы хотите, а прям слушаете все, что говорит. Вот, после этого успех или не успех от его предыдущего, взаимодействие достиг, он цели не достиг, чего не хватило, где почувствовал боль, где, наоборот, порадовался, что было самое сложное, вообще самый крутой вопрос, то есть, можно все зафейлить, а вот, что было самое сложное спросить, и это прям хорошо, потому что здесь всегда всякая интересная штука вылезает. Что могло быть лучше, тоже хорошо, но вот здесь может быть как раз-таки элемент искренности. Вот, ну, и что изменилось после использования продукта? То есть, в принципе, мы про решение свое конкретное или про то, посмотрите, как вам фича, не спрашиваем. Для этого есть другие интерфейсы интервью, когда там, типа, ты показываешь фичу и говоришь, ну, пользуйся, посмотрим, как ты вообще понял, не понял. Вот, здесь вот такая идея. Дальше, еще анализы конкурентов. Господи, как раз сейчас стоим здесь, стараюсь не болтать. Так вот, как мы с вами выяснили, что продукт, он работает в условиях действительно очень высокой неопределенности. Инфа падает отсюда, с разных сторон. Вот даже если здесь посмотреть, у тебя есть аналитика твоего продукта. Ты там сидишь, смотришь графики, смотришь там версии воронки, все вот эти вот страшные. В общем, у тебя очень много инфы про продукт из его же аналитики. У тебя есть стейк-холдеры и ожидания от бизнеса. Тебя там наняли не просто так, а чтобы ты что-то сделал. Ну, тоже могут быть разные варианты что, но тем не менее, от тебя что-то ожидают. Это важно, потому что в твоем случае заказчики, это как раз стейк-холдеры и бизнес. Дальше, интервью с пользователями. Вот как мы только что поговорили, это прям кладезь информации и главное, всегда весело происходит. Так что вот, ну, если пользователи недовольные, конечно. Вот, то есть это тоже инфа, которая очень разношерстная, ее надо еще потом пропустить через вот эти вот фильтры, светофильтры, чтобы понять из того, что вот только что тебе человек рассказывал, что действительно важно для продукта. И есть еще такой сорс-инфы, как рынок, как конкуренты. Недооцененный. Ну, вот реально все забывают про это почему-то, я не знаю почему, хотя это прям самый изи вариант, который можно начать делать там сейчас, ну, то есть в любой момент, он не требует какой-то предварительной подготовки и так далее. Почему это вообще важно? Потому что вот у нас есть компания ваша или продукт ваш, у него есть, как мы уже поговорили, внутренняя аналитика, вы получаете инфу оттуда, но она существует, компания, продукт ваш не в вакууме, он существует в бизнес-фреде, на рынке, а на рынке очень много, куча огромных разных параметров, которые постоянно меняются, конкуренты, новые продукты, в принципе, рынок, как такая целостная штука, имеет тренды, меняется и так далее, каналы привлечения есть, в которых тоже можно конкурировать, например, если вы делаете туристический стартап и пытаетесь из одного канала с букингом добывать клиентов, то у вас в первый же день кончится ваш месячный бюджет, потому что там очень дорогая реклама. Дальше, потенциальные пользователи, которые еще не ваши, но могли бы быть, конкуренты по Jobs to be Done, как мы с вами говорили, есть какая-то глубинная проблема, которую надо решить, не обязательно ее решают через ваши продукты и аналогично ее могут решать вообще по-другому, поэтому это все меняется, это все влияет на вашу компанию, на ваших пользователей, поэтому надо конкурентов анализировать всегда. Так, тут, значит, у нас про детективно-индуктивно, то есть можно либо смотреть, ну, как подходить, в принципе, к вопросу, вы таки решили, пойду смотреть на конкурентов в рынок. Что делать? Можно идти от индустрии, я работаю в тревеле, например, ну, ладно, не дай бог, я работаю там в техе, в сфере education, вот, и дальше иду, смотрю, кто там у нас лидеры, какие сегменты, есть, значит, ЛМС, есть курсы для компаний внутри, есть курсы просто для всех желающих, вот, ну, и дальше так спускаетесь, спускаетесь в продукты конкретных компаний и то, как они их маркетят. Или наоборот, у вас есть продукт, Delivery Club или какой-то другой, и вы вокруг него начинаете вот так вот инфо его облеплять, то есть продукт, ага, а у него есть какие-то конкуренты, а есть еще другие методы решать проблему, и вот так постепенно выходите на весь этот рынок, у которого какие-то общие тренды. Еще, если найти какой-то зарубежный тренд, который к нам еще не пришел, это тоже всегда очень прикольно. То есть надо для начала определить среду для анализа. Как мы уже поговорили, берем ближайших, выписываем прям ближайших конкурентов, прям напрямую они делают то же самое, вы вороните фичи, вот это вот все, у вас однаковый пользователь. Дилимобиль и Яндекс.Драйв, ну, они прямые конкуренты. Косвенные конкуренты, то, что по Jobs to be done, как раз таки. У вас есть одна и та же задача, например, вот RGD и Aeroflot. У вас есть юзер, у него джок, который он хочет to be done. Вот, она переместит свое тело брендное из пункта А в пункт Б. Дальше он сидит и думает, что мне выбрать? Есть много разных вариантов. На такси поеду, на RGD, на Aeroflot и такое. Вот, Дилимобиль и метро. Метро и метро, это надо было с маленькой буквы писать. В принципе, они тоже одну и ту же проблему решают, хотя напрямую они совсем не конкуренты. Вот, дальше, компании, конкурирующие за каналы привлечения, но это такая advanced feature, если уж прям совсем хочется, вот как с букингом, например, и маленьким стартапчиком, который не проверил, что привлекать аудиторию, он собирается из канала, где большие ребята сидят, такие как букинг, и оттуда не получится привлечь никого. Вот, то это, в общем-то, тоже надо как-то куда-то себе выписывать и отмечать, особенно если вы не в корпорации, работаете, а в каком-то стартапе. Мы составили списочек конкурентов, которые хотим посмотреть. Причем список должен быть маленький, он не должен быть 150 пунктов, потому что, ну, это сдуретит, никто никогда не приварит и незачем это. 10 уже хорошо, вот, там, 20 хорошо, дальше из них все равно надо приоритизировать несколько, приоритизировать, кстати, которые вам наиболее интересны для детального анализа, и вот у них уже смотреть детальный продукт. Фичули, цены, отзывы, если найдете хорошо, посмотреть, кто у них ЦА, это тоже довольно легко узнать, если, например, подписаться на какие-нибудь соцсети и так далее, посмотреть, как они обращаются к своим пользователям, а вот это значит и ЦА как раз. Плата на развитие тоже, они довольно часто публикуют, конкуренты ваши, это тоже прикольно смотреть, это полезно, но технологии, если это важно. Как собирать инфу про конкурентов, то есть, вот, ну, сначала большой список составили, 20, 10, 15, потом составили, там, 4, всех отсекли, дальше смотрим у них, что, смотрим, собственно, продукт, если он доступен, это очень полезно, ты менеджер такого-то продукта, пошел, зарегистрировался к конкуренту, потыкался, нашел себе кучу инфы, для того, чтобы сразу гипотезами, ну, давайте так, идеями сначала в бэклог засовывать, вот, если продукт недоступен, то есть другой топовый вариант, демки от селзов, очень крутая штука, не успею сейчас уже байку рассказать, это для SaaS-проектных продуктов очень хорошо, ну, то есть когда у тебя Software as a Service, вот, регаешься там, тебе звонит их продавец и начинает рассказывать, какой у них классный продукт, за что его пользователи любят, начинает рассказывать про самые топовые хичи, и ты такой сразу же понимаешь, ага, у конкурентов самые топовые хичи такие-то, их пользователи любят, такое-то, и типа тоже к себе так в бэклог тихонечко утаскиваешь, и в маркетинг еще, в позиционирование, потому что конкуренты, они на той конкуренту, что пользователь, он на старте где-то выбирает, к кому пойти, вот, и если вы то, что их пользователи любят, будете у себя, про себя как бы рассказывать, вот, то это хорошо для вас. На соцсети также подписаться, дальше раздел оценок на сайтах, если актуально, отзывы, скоринг, вот эти, например, это больше для тех, кто работает на зарубеж, но про наш там тоже бывает, про мира там, как-то было, кстати, круто, вот, ну и чатики, клиентов и форумы, это тоже очень топовая вещь, потому что, если вам удается такое найти, не обязательно даже клиентов, а просто как бы тематического сообщества, которое потенциально отца, и вы туда внедряетесь к ним в чатик, вот, то они там же сождают про боли, сами просто их артикулируют, задают друг другу вопросы, которые их волнуют, но это тоже как бы тонны инфы для того, чтобы вам ее переиспользовать. вот, вот, и в итоге, в итоге у нас получается, что, что вот мы, значит, проанализировали продукты, там, четырех конкурентов, сравнили со своим, выделили плюсы и сильные стороны своего продукта, и выделили минусы и слабости, такой упрощенный свод анализ, я понимаю, про что речь, вот, то есть все, что у вас попало в минусы и слабости, они на самом деле могут прямиком идти в бэклог, как доработки, дальше, конечно, с ним надо поработать, там, в бэклоге и так далее, но как идея для улучшения, это вполне себе, вот так, в результате подобного подхода к анализу рынка конкурентов, у вас, да, бэклог пополняется гипотезами, вы что-то понимаете, вверх, про конкурентов, это всегда важно, про пользователей, и то, между чем они выбирают, про свой продукт, в общем, кучу всего, понимаете, просто посидев, покопавшись в интернете, ну, это просто мечта, вот, все, мы закончили, финализируем, чего у нас получилось, генерация идей и предположений, должна быть на основании предварительного исследования, какое это будет исследование, неважно, собственной аналитики, как мы уже говорили, про то, где нашли, сорс информации, собственно, таким и пользуемся, все, что смогли найти, проанализировали, нагенерили, дальше, после этого засовываем их в бэклог, после этого в бэклоге, приоритизируем по фреймворку, на основании собственных соображений, аптую полностью, вот, после этого переходим к преобразованию вот этих наших соображалок в гипотезы, для того, чтобы их засунуть в эксперименты, после этого проверяем их, как мы с вами раньше обсуждали, и оцениваем результат, огонь, не огонь, получилось, не получилось, вот, что дальше делать, ну, и, собственно, цикл повторяется, спасибо вам, ребята, это было прикольно, я просто в восторге от ваших джопс, беданочек и персон, прям реально очень круто, я не первый раз читаю подобную лекцию, и вы прям крутыши, ну, прям хорошо, то есть оно такое, make sense все, вот, поэтому давайте, наверное, заканчивать, пойдем по домам, вот, и все, спасибо вам, спасибо вам,